Долговая заглушка коммунальной службы оставили неплательщиков без туалета. Загрузка – это деталь, которая ставится в пластиковую трубу. Звериное новоселье. Первый болхарский приют для бездомных животных открылся. И вот двое у нас сегодня на заселении. Служить не рад. Больше сотни болхарцев отказались идти в армию. Основная причина – на работе место не сохраняется. Инновации в трубу. Балхарсу блокирует должникам доступ к канализации. Самым злостным неплательщикам ставят специальные заглушки. К таким суровым мерам коммунальщики перешли из-за долга болхарцев в 90 миллионов тенге. Как работает устройство и кому грозит жизнь без удобств, расскажет Шансая Мосина. Лучше годами она не получила. Так, общий долг здесь 154 тысячи. Владельцы этой квартиры с 2008 года в черном списке контролера. На хозяйку даже подавали в суд. Безрезультатно. Письма с уговорами не дают эффекта. В ход идут современные технологии. 37-летний Серик Полурахим Жанов за день подружился с новой аппаратурой. Теперь учит остальных, как мотивировать должников на оплату. В воздуховод на крыше опускают специальный манипулятор с заглушкой на конце. Через камеру ищут нужную точку, после фиксируют заглушку. 50-метровый механизм. Можно с пятого этажа опускать до первого. Вот аппарат разжимается. Заглушка – это деталь, которая ставится в пластиковую трубу. То есть он не мешает другим квартирам. И этой же механической рукой мы его снимаем после оплаты задолжника. В первую очередь без доступа к канализации остаются те, у кого накопился долг больше 100 тысяч тенге. В небольших количествах вода через блокировку все же проходит. Тут не поможет даже КСК. Им тоже сообщают об установках. Мы сейчас на первое время избрали именно тех, которые уже больше трех лет нам должны. Никаких, на наши никакие действия они не отвечают, двери не открывают. Поэтому мы решили с самых злостных задолжников начинаем с сегодняшнего дня отключать от канализации вот этим аппаратом. В первый день пять квартир остались без коммунальных благ. В списке больше двух тысяч абонентов-должников. Опыт соседних стран показывает, что после таких мер уже через неделю жильцы спешат с оплатой. К другим коммунальным новостям. Показания счетчиков электроэнергии теперь будут принимать по новому графику. Подсчитывать киловатты начнут на два дня раньше, чем прежде, с 14-го числа каждого месяца. Успеть сдать показания нужно до 25-го. В абонентском отделе пояснили, что со старым графиком не успевают вовремя подсчитать результаты и передавать в КАЗ-энергоцентр. Ранее запись показания счетчиков шла с 16-го по 25-е число. Напомним, контакты контролеров с 14-го числа можно звонить по номерам, которые вы видите на экране. У нас примерно шло закрытие базы, закрытие всех отчетов до 30-го числа. 3-го числа должен сводиться общий баланс по Казахстану, по всей балансировке электроэнергии по Казахстану. И до 3-го числа, когда мы 30-го отдаем, КАЗ-энергоцентр просто-напросто не успел физически обработать данную информацию. Кредиты и работа не пускают балхарцев в армию. Из-за суд и возможности потерять трудовое место почти 40 призывников отказались служить родине. Уговоры и угрозы штрафом в миллион. Тенге не подействовали. Дела готовят в прокуратуру. В этом году по городу насчитали около 2000 призывников. Медкомиссии годными признали меньше половины. Будучи здоровыми, 120 молодых людей отказались пополнить ряды вооруженных сил. На раздумья отказникам дали неделю. Спустя срок стоять на своем остались почти 40 человек. Больше половины – балхашцы, остальные – из Актугая, поселков Шашуба и Саяк. Теперь несостоявшимся солдатам грозит штраф – больше 1 миллиона тенге. Вместе с тем 36 военнообязанных и два офицера запаса получили взыскание. Они выплатили по 10 тысяч тенге за то, что не вовремя встали на учет и потеряли или испортили воинские документы. Основная причина, что на работе место не сохраняется. Опять же вопрос. Закон все это предусмотрел. Если признали уходить служить в ряды вооруженных сил Республики Кольстан, он пишет заявление. От нас берется справка, подтверждение и к заявлению прикладывается. На его время службы, то есть на 12 месяцев, сохраняется место работы, занимаемое дороже. Крит тоже на время службы приостановится. Под ключ в Балхарском приюте для животных отпраздновали новоселье. Несколько месяцев волонтеры строили первое убежище для бездомных четвероногих. Сегодня хвостатые и постояльцы заселились в обустроенные комнаты. Оценила удобство и познакомилась с новоселами. Две сестры-дворняги – первые новоселы собачьего общежития. Полутора месячных щенков нашли на улице волонтеры. Почти неделю четвероногие жили на передержке у горожан. Сегодня они стали официальными жильцами приюта. Вновь поступивших лечат от паразитов, вакцинируют и подыскивают им хозяев. Малышей было в общем 8. Нашли их возле горбольницы в том районе с матерью. Когда волонтеры пришли за щенками, матери не было, забрали только восьмерых малышей. Шестерых отдали в добрые руки, уже они пристроены, обрели хозяев. И вот двое у нас сегодня на заселении. Пятикомнатные апартаменты на 20 постояльцев обустраивали два месяца. Вольер разделили на сектора. В каждом по две будки на двух квартирантов. Здесь будут жить только собаки. Кошек размещают по домам, на передержку. Мы нашли людей, кто нам смог утеплить по-нормальному. И в результате, вот то, что вы сейчас увидите, получилось так утеплить, закрыть все. И сейчас все, как говорится, почти уже в идеальном состоянии. Мы проводили дезинфекцию, обработали все хлоркой, промыли, прочистили, все убрали, весь мусор. А также землю опаливали паяльной лампой. Официально приютом постройку назвать пока нельзя. Документы общественного объединения еще в стадии оформления. Уже есть устав на 10 учредителей, протокол и договор на аренду участка. Закончить процесс планируют к Новому году. Тогда место под строительство дома для животных будут просить от государства. После официального оформления группа единомышленников «Твори добро» обретет новое название – «Чип», «Человек» и «Питомец». Сейчас главная проблема решена – у животных есть дом. Но помощь требуется постоянно. Четвероногим нужны корм и передержка. Волонтеры и учредители приюта, который до этого дня существовал только в сети, за три месяца пристроили около сотни бездомных животных. Сегодня в новые будки заселили 15 четвероногих. Во временных домах они будут ждать своих хозяев. Виктория Буханцева, Илья Стукибеков, Оргенмедиа. Добровольно принудительно вакцинацию детей в Казахстане предлагают сделать обязательной. С такой инициативой обратился к премьер-министру страны, его бывший зам. По мнению чиновника, отказ от прививок стал проблемой. Мотивирует его в основном религиозными убеждениями. Вносить ли процедуру в разряд обязательных или оставить на усмотрение родителей. С таким вопросом мы вышли на улицу города. Я думаю, вакцинацию надо делать детям, потому что сейчас 21 век, любой ребенок может заболеть. Ну и еще предрасположенности ребенка к болезням, все надо проверять. Это должно быть право выбора, мне кажется, все равно. Правильно вакцинация обязательно, потому что иначе будут болезней много, тех, которых нет, когда делается вакцинация. Чтобы люди не болели и были здоровы. Обязательно, детям надо, я взрослая то делаю. По религиозным темам некоторые отказываются, вот это нельзя. Вообще-то это по желанию родителей. Я думаю, что надо. Ну обязательным как, у некоторых бывает непереносимость. Это очень безопасно и для здоровья полезно. От родителей зависит желание родителей. Вакцинируйтесь, люди. Медальный набор. Воспитанницы школы искусств выиграли гран-при международного фестиваля в столице. Теперь коллектив Акмаржан выступит в специальном проекте ко дню первого президента. Шестиклассницы представили жюри сразу два номера. Восточный танец по Балхарске оценили на первое место. О постановке на тему войны присудили гран-при. В одиночку завоевала лауреата первой премии Алуа Тулиухан. Десятилетняя жительница города в танце рассказала лебединую историю. Еще две номинантки участвовали в вокальном конкурсе. Булин Тулиухан вернулась домой с дипломом второй степени. У Адели Амангильдеевой третье место. В течение года дети выбирают и самых лучших отправляют в Россию. В коллектив Акмаржан, средняя группа выступали, мы выступали два танца выдали. То есть нас приглашают 3 декабря в Астану. Если те коллективы, сольники выиграют гран-при в этом конкурсе, они дальше поедут уже выступать в Россию. На этой же сцене выступали воспитанницы дворца школьников. На их счету два первых места и одно второе. Серебро участницам присудили за групповой танец. Семь школьниц изображали на сцене жизнь в городе. Айгири Мжиенес и Влада Тостылева за танец сестер получили диплом первой степени. Дебютанткой группы «Сити Дэнс» и первым призером стала Дарья Песоцкая. Десятилетняя артистка исполнила танец «Жар птица». Я первый раз поехала на конкурс. Это был мой первый сонный. Я была в себе уверена, не боялась. Ведь меня тренировал руководитель. На сегодня все. Напоминаю, участвовать в создании новостей можете и вы. Если у вас есть информация интересная для болхарцев, если вы стали очевидцем происшествия, звоните на номер редакции, пишите ватсап, номера на экране. Всего вам хорошего. До свидания.